Увеличение роста преступных проявлений и как следствие ухудшающаяся криминогенная обстановка – это то, что в любые времена болезненно сказывалось на жизни любого общества, независимо от политического строя или экономической формации. Не стали исключением и последние несколько лет, когда многие из граждан стараются не появляться на улицах города в темное время суток, а милицейские сводки пестрят сообщениями о многочисленных преступлениях и административных правонарушениях. Вполне логично, что темой многих заседаний и общественных слушаний становится отчет руководителей и сотрудников правоохранительных органов. Одним из тех, кто в полной мере ощущает все увеличивающуюся нагрузку, является личный состав патрульно-постовой службы милиции общественной безопасности. Исходя из анализа оперативной обстановки, наиболее криминогенными в настоящее время является северная часть города, то есть район часового завода, ограниченные улицами Северной, Зино-Золотовой, Старостяной, Часовая, Никонова. Наиболее криминогенные улицы. Кроме того, относятся к криминогенным районам центральная часть города, то есть площадь Успенская, улица Гражданская, улица Ростовская, где расположена концентрация мест, где продают и спиртное, и усилительные какие-то мероприятия проводятся. То есть возможность совершения правонарушения в данных местах более возможна. Именно на эти районы города обращается внимание сотрудников патрульно-постовой службы на ежедневных разводах в отделе внутренних дел непосредственно перед выходом нарядов на определенные маршруты. Помимо этого, руководство ГОВД и основные руководители его подразделений проводят подробный инструктаж, где разъясняют, на что следует обратить внимание особо, а также знакомят с информацией о приметах лиц подозреваемых в совершении преступлений, об угнанном автотранспорте. Недавно, кстати, нарядом нашей службы по приметам был выявлен гражданин, подозреваемый в совершении такого преступления, как тяжкое нанесение телесных повреждений, повлевшее с собой смерть. То есть это серьезное преступление, и нашими сотрудниками данный гражданин был выявлен по приметам. По завершении инструктажа сотрудники ППС получают табельное оружие, а уже затем в составе сформированных нарядов выходят каждый по своему маршруту. Необходимо упомянуть, что патрулирование происходит как в дневное, так и в вечернее время. Вполне естественно, что дневной наряд может состоять из одного человека, однако в вечернее время это два и более сотрудника, перемещающихся по городу как пешим порядком, так и на автомашине. Их задачами являются недопущение совершения административных правонарушений и преступлений. То есть если наряд выявляет и видит, что совершается какое-либо правонарушение, административное правонарушение, либо уголовно наказуемое преступление, то есть наряд обязан пресечь данное противоправное действие. Помимо этого наряд зачастую участвует в раскрытии преступлений и задержании преступников. По мнению Антона Руденко, наиболее плодотворным в этом плане представляется пеший наряд. Наряд идет пешком, не спеша, то есть уши, глаза есть, то есть малейший какой-то подозрительный крик или что-то шум обращает наряд внимание и вовремя сможет предотвратить какое-то либо готовящееся, либо совершающееся правонарушение. С неоспоримым достоинством патрулирования на колесах, то есть с использованием автотранспорта, можно отнести возможность контролирования больше, чем в пешем варианте территории. Обычно в радиусе около 5 километров. Особенно это удобно при решении различных нештатных ситуаций, например, при угрозе теракта. В этом случае под особый контроль берутся жизненно важные объекты, а все находящиеся в них проходят паспортную проверку. Свидетелем одного из таких случаев, правда без угрозы теракта, стала наша съемочная группа. На углической автостанции внимание патруля привлек гражданин, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, к тому же, как оказалось, проживающий без регистрации. Гражданин был временно задержан и препровожден в отделение для выяснения обстоятельств его пребывания в нашем городе. Рассказывая о работе патрульно-постовой службы, нельзя обойти вниманием и совместные рейды с представителями общественности. Один из таких рейдов был проведен в конце прошлого года в микрорайоне Цветочный. В его ходе были обследованы места скопления молодых людей, проведены профилактические беседы и, возможно, в этот день были предотвращены какие-либо преступления. Во всяком случае, совместная работа сотрудников правоохранительных органов и общественности представляется крайне разумной. Если бы мы шли, наряд нас состоял из двух-трех человек, и рядом с нами один-два дружинника было, и они выражали общественное мнение на противоправное поведение. Я считаю, что это более действенную меру, может быть, не доходило до того, чтобы нужно было задерживать. Возможно, эти правонарушители понимали суть своей вины на ранних стадиях, так сказать, выявления этого правонарушения. Как уже было сказано, именно предупреждение преступлений и правонарушений – одна из самых главных задач. Грамотно разрешать любые возникающие проблемы сотрудникам ППС помогают проводимая психологическая подготовка и занятия по административному законодательству с целью научить различать и квалифицировать преступления. Уметь объяснить правонарушителю – суть его неблаговидных поступков. Нужно уметь разговаривать с гражданами, так как мы зачастую приходится гражданам разъяснять их права и вообще беседы вести, то есть профилактические. То есть нужно уметь сказать слово где-то строго говорить, где-то с кем-то мягче, то есть еще и психологом, может быть, даже нужно быть. И не только психологом. Немаловажное значение уделяется физической подготовке. Естественно, сотрудникам вовсе не обязательно обладать большими спортивными достижениями. Достаточно иметь и поддерживать хорошую физическую форму. Принесение службы в особом режиме – это поможет проводить многие часы в специальном и достаточно тяжелом милицейском обмундировании. Кто служил в армии, представляет, что это такое. То есть бронежилет, минимум 12 килограммов, каска около 2 килограммов, весит, не считая снаряжения, автомата, специальных средств, наручников, палки резиновой, табельного оружия, пистолета. Патрульно-постовая служба Если не в помощи, то в содействии. На сегодняшний день служба недоукомплектована двумя сотрудниками и приглашает в свои ряды неравнодушных людей, готовых к сложным испытаниям. Основные требования. Возраст до 35 лет. Наличие среднего образования. Желательно прохождение службы в вооруженных силах. По всем вопросам обращайтесь в отдел кадров углического ГОВД по телефону 2-12-22, по телефону начальника милиции общественной безопасности 2-29-22 или по телефону отдела охраны общественного порядка 4-14-45. Возможно, там ждут именно вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова